Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. Культпоход. А вот и культпоход. Культпоход подоспел. Добрый день, добрый день. 12.06 в нашем городе. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Да, по-прежнему в студии, на правах ведущих. И у нас в гостях сегодня Юлия Белекс, специалист по связям с общественностью. Театр Наспасской. Здравствуйте. Добрый день, Юля. Напомню в двух словах, что же представляет собой культпоход этой рассказы, безусловно, об интересных мероприятиях. Об интересных людях. Об интересных событиях. Об интересных событиях, да. Ну и, безусловно, у нас еще неотъемлемая часть это викторина. Когда мы вам задаем вопросы, вы правильно отвечаете. А если вы ответите правильно, мы вам даем приз. Это будет либо билет, либо книга красивая. Ну, вообще что-то очень хорошее, да. Но если вы правильно ответите. Книжки у нас сегодня есть. Есть билеты в театр. Есть билеты на другие культурные мероприятия. И в том числе мы сегодня будем билеты разыгрывать на события, которые произойдет в Театре Наспасской 14 мая. Юля, вам слово. Что же это будет? Это будет юбилейный вечер актрисы Елены Васильевой. У нее вообще очень красиво все совпало. Она вообще очень красивая, между прочим. Ну, вот если начать с этого. Да. Она, во-первых, очень красивая. Во-вторых, она очень талантливая. А, в-третьих, у нее все красиво совпало. У нее, получается, 33 года творческой деятельности. Никогда бы не поверил. Вот, представляете. У нее, получается, 55 лет со дня рождения. И у нее, если это все сложить, получается 88. Это вот бесконечность ее органичности на сцене. Да еще и двойная такая. Представляете? Две восьмерочки на боку. Очень красиво. Вот. И по этому случаю у нас будет проходить такой бенефис спектакля. Вообще, обычно, когда люди слышат слово бенефис, они напрягаются. Ну, бенефис это обычно там вышел, поклонился, что-то спел. А там вокруг какие-то другие люди выходят с адресами и поздравления читают. Да, и это бесконечно продолжается. Нет, мы решили пойти по другому пути. И, конечно, инициатором этого была сама Леночка Васильева. У нас будет спектакль. Спектакль называется «Чудо любви». То есть это специально ставится спектакль? Да, совершенно верно. Это красиво. Это очень красиво. И это тоже красиво. Единственный раз. Ну, мы вообще, знаете, весна, это вообще время вот такой весны. Весна – красота, это любовь, это возрождение, какое-то восстановление ото сна. И мне кажется, что мы как раз очень тут кстати оказываемся. Спектакль ставит у нас Наташа Красильникова, это актриса нашего театра. В настоящее время она просто учится на режиссера, помимо всего прочего. Вообще очень талантливые люди просто работают. Поэтому им все удается. Вот. Не нуждающаяся в рекомендациях хореографию делает Ирина Брежнева. Можно было даже фамилию не называть. Просто знаете, как хореографию делает, и там хор отвечает слушатели. Ирина Брежнева. И я хочу напомнить, что событие это произойдет единственный раз. Ну, что, в общем, само... Один только показывает? Да, да, представляете? Ботенький. То есть это делается ко дню рождения актрисы. И то есть тот, кто не успел, тот уже никогда... Тот опоздал, да. Вот это очень серьезно, да. Вот это будет у нас проходить 14 мая, в воскресенье, в 4 часа дня. Очень удобно. То есть вы успеваете... В воскресенье. Возвращаться не захочу, а вдруг машина сломается по дороге. Не-не-не-нет, не уговаривайте даже. Не поеду я на дачу. Не пропускайте события, потому что действительно очень интересно. Ну, и вопрос, который мы сегодня подготовили для наших слушателей, они тоже будут касаться творчества Елены Васильевой. Ну, я думаю, вопрос, что мы про Елену Васильеву будем задавать не один раз. В отличие от этого спектакля. Мы еще вернемся к этой теме, думаю, неоднократно. Два. Два? Да. Я думаю, про и будущее передачи в том числе. А вообще вот этот спектакль, он на какой-то такой первооснове литературной? Или это тоже вот... Он на литературной первооснове, он очень известный. Вот прям вот очень известное произведение. Так, я так понял, что вы, наверное, вопрос задавать будете, да? Нет. Нет? Тогда можно тихонько говорить. Но мы решили сделать каким образом. Вот человек приходит, да, и дальше он уже сам понимает, что же лежит в первооснове этого спектакля. То есть это не просто вот как бы такой спектакль, который многие уже видели, это что-то переработанное специально под это событие, да? Ага. То есть на основе. Да. Как пишут там в фильмах, на основе реальных событий. Да. То есть на основе и знак вопроса. И если уж на то идти дальше, то обратите внимание, что вот в названии этого спектакля одно из слов названия первоисточника все-таки вынесено. Нет, дело в том, что я знаю, что там первоисточник на самом-то деле. Я не скажу, Юля, я не скажу. Хорошо. Ну, понимаете, там такие оба слова, красивое чудо и любовь, они во многих названиях произведений есть, это естественно, тем более в мае, да? Нет, а там все хорошо, там король, там свита. Кстати, спектакль вообще изумительный будет, равно как и первоисточник, и немножко смешной, немножко трогательный, немножко такой ностальгический, где-то трогающий даже вот такие самые тонкие чувства, когда вызывает слезу. Но в целом вообще... Нет, ну, если вспомнить первоисточник, то это очень светлое произведение. Да, и вот в данном случае, мне кажется, это очень удачно подобрано под саму героиню, под бенефициантку нашу Елену Васильеву, потому что она сама вот такая вся светлая, она очень интеллигентный человек, она все время пышет какими-то идеями, причем вот для нее красота, вот на мой взгляд, как внешняя, так внутренняя, так и всего того, что она делает, это всегда на первом месте. А вот труппа задействована, можно такой нескромный вопрос? Там же в этой труппе еще есть, скажем так, родственник юбилярши, да? Да. Он задействован в спектакле? А там вообще много людей очень задействованы. Нет, я имею в виду функция, да, функция не менее... Заслуженный артист России, Александр Королевский. Конечно, он принимает участие. Но он, я думаю, там не король случайно. Вот не надо пока никаких вопросов задавать. Нельзя пока об этом говорить, да. Нет, ну просто такое вот уже интересно, ну как. Сейчас очень идет напряженная работа, поэтому сегодня вот в этой студии Елену Васильеву замещаю я. Планировалось, что она сама придет. Но сейчас очень просто такой идет напряженная. Именно подготовка к этому спектаклю. Да, репетиционная. Время идет, поэтому сейчас, к сожалению, она не смогла себе позволить такой роскоши, как выйти к вам сюда в студию. Понятно. Хотя очень хотела. Зато будет такая роскошь, она выйдет с 14-го на сцену. Да. Но там ведь, как я понял, вообще в этот день, когда вот какой вообще у всего театра какое-то специальное такое оформление будет, тоже связанное с «Тюйцами и с любовью», да? Там будет выставка, причем будет очень красивая выставка, она тоже приурочена к определенной дате из жизни Марка Шагала. И там будет выставка репродукции, ну, наверное, можно так сказать, его работ. Вот это все пронизано вот каким-то общим таким духом. Это будет действительно очень красиво. Да, это же живая музыка там еще планируется. Да у нас вообще там все будет хорошо. У нас все будет хорошо. И, знаете, вот самое... Володь, самое главное, что я понял, это ведь будет только один раз. Больше этот спутак никто не увидит. Да, больше никто не увидит. Его больше не будут показывать, ты понимаешь? Вот они что придумали. Вот сейчас вот я осознал, да, действительно, уникальное событие для города, для культурной жизни города. То есть это один-единственный раз. Это вот правда... Это на самом деле чудо. Да, вот это чудо любви. Насколько активно сейчас приобретаются билеты? Людей интересует? У нас, естественно, людей это интересует. Очень много бронируется. Но я думаю, что если сейчас поспешат, еще неделя есть, может быть, еще успею. Не поспешат, а поспешим. Я бы так сказал, Володь. Мы, кстати, сказали уже о том, что мы сегодня билеты-то разыграем все-таки, да? Я понимаю, что мы их разыграем, но наутри с тобой они точно не достанутся. Мы не участвуем в викторине. Я в всякий раз, когда сюда прихожу, я очень переживаю, что я не участвую в викторине. Передо мной такие еще книги лежат потрясающие. Мы чуть позже озвучим, конечно же, список подарков, которые у нас сегодня есть. Какие-то сюрпризы для зрителей в рамках вот этого вечера будут? Зрители будут вовлекаться во все это действие? Вы знаете, вот это все по ходу будет известно. Юля вообще очень немного рассказывает, на самом деле. Ты выходила из студии, ты ничего не пропустила. Но у нее сплошная тайна. Должна быть в женщине какая-то загадка, а когда женщина юбиляша, то к нам загадка вдвойне. Если две восьмерки на боку, то там бесконечное число загадок получается. Но тем интереснее, тем интереснее, на самом деле. Хорошо, все это будет 14 мая. Еще раз напомню, в 16 часов. Сейчас будет небольшая у нас пауза. Мы уже приступим непосредственно к розыгрышу. Представим вам тот список призов, который у нас сегодня есть, и начнем играть. Прогласим весь список. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Ага, вот сейчас культ похода начнется одно из самых интересных действов. Ой, не знаю, Володь, после такого рассказа о таком спектакле, даже не знаю, так ли это будет интересно. Мы думали, принесут нам, не принесут билеты. И даже название спектакля принесли. Можем оглашать весь список. Давайте. Итак, драматический театр, Николай. Что мы сегодня разоградим? Драматический театр у нас два пригласительных, соответственно, билета. Во-первых, это «Божье дерево». Божье дерево, да. 10 мая, 6 часов вечера, 12+. Да, и 11 мая, 18.30, запрещенный роман, или 18.25, это премьера, так сказать, тоже на две персоны, ограничения тоже 12+. Тоже 12+. Театр на Спаск, повторюсь, в 16 часов 14 мая «Чудо любви», бенефис актрисы Елены Васильевой, у нас два билета на двоих. Мало ли у кого-то дети есть, то 6 мая в 11.00, название даже можно не писать, «Трям здравствуйте». Трям здравствуйте. Тоже в театре на Спаск. Если вам больше по душе кинематограф, в Киномакс вы сегодня можете пойти, пригласительный билет на две персоны, на любой фильм и любой сеанс у нас присутствует. Далее самые интересные. Далее книги. Почему самые интересные? Кому-то что-то, вот я, может быть, сходил бы на Трям здравствуйте, а ты говоришь самое интересное. Книги, прекрасные совершенно книги. Вот то, что первое я читаю, я бы сам хотел ее взять, но, видимо, они не дадут. Это Кикунори Синохара, автор. Называется «Оригами для мозгов». Чувствуешь, какое название, да? Это японская система развития интеллекта ребенка. Восемь игр и пять привычек. Очень поучительно, понятно, научно и практично. Но, кстати, 12+. Не такой же ребенок. Я сейчас, кстати, ознакомилась. Я ознакомилась, там такие, просто интересные. Так это «Развитие интеллекта ребенка» книга-то для родителей, чтобы они у него развивали. А родители у нас обычно 12+. Палот, это точно. А, это немножко недопустим. Вот книжка Александра Кабакова «Старик и ангел». Вот прекрасная совершенно книга. Я удивляюсь, она уже, по-моему, вторую или третью передачу как-то остается без хозяина. Это грустная история. Может, этого бояться, что грустная история. Но пока она с хорошим, понятным, правильным концом, со светлым и радостным. Это грустная история о любви, о жизни, о годах, прошедших без души, без смысла, на которой все равно все исправляется. Это книжка с интересным названием «Клудж». Лев Данилкин. Это просто удивительный сборник эссе. Для взрослых. Да, путешествия в книгах «18 плюс». И еще одна книжка «18 плюс» с очень длинным названием и с очень большим количеством авторов. Можно я прочитаю? «Джон Грин», «Дэвид Левитон» — это авторы. «Уилл Грейсон», «Уилл Грейсон» — это название. Это подростковая повесть о любви, дружбе и становлении, любопытный сюжет, молодежная лексика и европейская толеранность. Ну, надо сказать, что эти книги уже прочитала Ксения Станиславовна Лицарева, ведущая программы «Дай почитать», которая выходит в эфире нашей радиостанции. Эти и другие книжки вы можете найти в магазине «Читай город» по адресам Преображенское 65, торговый центр «Театро» и Ленина 103А, торговый центр «Крым». А вот еще тоже книга, но она не просто книга, а такой комплект. Здесь, значит, брошюра и диск с записью аудиоспектакля. Мы как раз об этом издании говорили буквально неделю назад. Это «Селтыкиада». Да, у нас приходил Максим Мунов, мы рассказывали про это издание. Автор, да. Прекрасное издание, то есть можно почитать, посмотреть и послушать. «Галерея и прогресса» тоже сегодня у нас присутствует в такой походе, а именно вы можете попасть в галерею на следующее мероприятие, как правильно, Николай, если это «Сай-фай шоу». Ну, в галереи «Сай-фикшен», то «Сай-фай» получается. Да, это показ серии научно-фантастических караметражек, представленных на международном фестивале. Собственно, вот под этим английским названием «Восемь», если быть точным, научно-фантастических фильмов с разных ракурсов, в разной тональности, рассказывают о разных вот явлениях. И, кроме того, галерея приглашает на выставку, которая так называется очень понятно сразу «Общество потребления и планет Земля». Там у нас представлен художник-эколог Антон Щеглов и его арт-группа «Ети». Ну, Николай рассказывал в прошлой пятницу, как побывал в этой выставке. Потому что я там побывал, и, в общем-то, я ушел оттуда с очень хорошим настроением, несмотря на грустные сюжеты. Да, 6 плюс. Экология. Да, на выставке в галереи прогресса. Юля, вам слово, вам право задать первый вопрос. Нашим слушателям 211-101. Пора спрашивать. Хорошо, я уже говорила о том, что вопросы сегодня я буду задавать, которые касаются творчества Елены Васильевой, бенефициантки. Вот напомню еще раз, что бенефис ее пройдет 14 мая, начало в 16 часов. И мне бы хотелось, чтобы нам дозванивались люди и говорили, сколько за эти 33 года творческой жизни было сыграно ролей Елены Васильевой. Вот тот, кто назовет максимально приближенное к оригиналу число, вот тот получает тот приз, который он сам пожелает выбрать. То есть варианты вы не будете? Нет, не буду. А не буду. А я не буду. Вы подумайте. 150 ролей. Вот не буду. Ну и давайте так будем. Давайте все-таки тем, кто будет звонить. Два. Две попустки. Да, потому что надо сравнивать что-то с чем-то. Помните о том, что 33 года, это немало. Ну. На сцене 33 года. Да. Ну, определенная цифра зреет у меня такая в голове. А ты, например, знаешь планы, по которым актеры роли получают? Сколько ролей в год или что-то еще? Вот тут труднее, наверное, все-таки. Хотя, опять же, да, понятно, что гениальные актрисы получают гораздо больше ролей в год. 211 стоят из кривого звонка. Придется ее не делить и умножать. Сколько ролей сыграл Елена Васильевна за свою карьеру? Кто тоже хочет себя попробовать. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Елена. Елена. Очень приятно. Да, вы тезка, да, той актрисы, о которой мы сегодня говорим, и о которой скоро будет юбилей и вечер творческий в честь этого. Итак, давайте. Попытка номер один. Сколько ролей она сыграла? 100. 100. Ну, близко. Близко. Хорошо. Тогда давайте думать, в какую сторону близкого. Давайте вторую попытку. 120. Дальше. То есть это горячо или холодно у нас? Это холоднее становится. Холоднее стало, да, значит, надо думать в другую сторону. Давайте третью попытку. Давайте третью попытку. 80. Ну, 100 было ближе всего. 96 ролей сыграло. Ну, давайте. В принципе, из трех попыток, я думаю, что. Да. Просто за смелость мы должны плачить, Лен. Арт-обстрел удался, да. В принципе, куча-куча налегли. Тем более, бомбы никогда в одну воронку дважды не попали. Хорошо, Лен, поздравляем вас. Что вы хотите получить? Конечно, на Спасскую. На Спасскую. То есть именно на Чудо любви 14 мая в 16 часов. Да. Хорошо, не кладите трубку. Наш редактор вам объяснит, как билеты эти забрать. Продолжаем играть дальше. Николай. Ну, я человек от театра далекий. Я все больше как-то по анналам музыкальным. Поэтому сегодня вспомню еще одну из своих любимых команд 60-х годов. Которая имела такой... Неспортивных музыкальных команд. Неспортивных музыкальных команд, которая имела такое странное название «Кеннет Хит». Ее переводили по-разному. Консервированная жара, консервированный огонь. Ее создали два хороших американских парня. Боб Хайт и Алан Виллс. Она, к сожалению, уже покойная. Один по прозвищу «Медведь», другой по прозвищу «Слепая Сова». Но несмотря на то, что их уже с нами нет, группа прежно продолжает гастролировать. Она прославилась тем, что одна из ее песен, которую сейчас вот у нас включит наш... Артем. Артем. Все должность пытаюсь вспомнить. Эта песенка, она идет такой сплошной темой по фильму про фестиваль в Удстоке. То есть она как бы идет сплошной темой на все две, даже три серии, два фильма. 69-й год. А спросите, а вот что хочу. Назвали они свою группу «Консервированная жара» не просто так. Это было название одного очень популярного блюза в 30-е годы, она так и называлась, по разным переводам. И опять же это слово в блюз попало не просто так. Оно значит не совсем то, что вы думаете. Этим вот таким термином блюзмены, не грекианские блюзмены, называли такой предмет, такое средство. И вам предстоит угадать, что это? Что называлось у блюзменов «Консервированной жарой»? Это была афроамериканская женщина? Это была таблетка от простуды? Или это был алкогольный суррогат? Вот что называли американские блюзмены в 30-е годы? То, что мы называем паленые, да? Ну это даже скорее не такое вот, что-то такое вот, не питьевое, но то, что употреблялось. Вот желающие есть даже ответить на этот вопрос. Давайте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег вас зовут. Да, мы вас узнаем по голосу уже в который раз. Я думаю, это суррогатный алкоголь. Совершенно верно, потому что бедные антигретянские блюзмены, да еще в период сухого закона, пили всякую гадость. И, кстати, автор этой песни, блюзмен Томми Джонсон, как раз от этого суррогата, собственно, приказал на долго жить. Ну что ж, немножко грустная концовка вопроса. Тем не менее, вы угадали? Угадали. Олег, поздравляем вас. Билеты, книги. Что хотите получить? Наверное, книжку. Книжку какую? Синахара, Кабаков, Клуч. Клуч это не автор. Данилкин. Там и Данилкин автор. Или Джон Грин. Давайте, определяйтесь. Оригами... Наверное, Клуч. Клуч все-таки. Клуч. Лев Данилкин. Интересная книга. Я ее не встал. Да, очень интересная книжка. Ну что ж. Восточная Африка. Да. Поздравляем вас. Клодить трубку. Сейчас ребятам вам расскажут. Вам скажут, где вы книжечку получите. Володь, твоя очередь. Ну, у меня сегодня не вопрос. У меня сегодня творческое задание. Все-таки нужно помнить о том, что 9 мая приближается. Я сегодня нашим слушателям предлагаю наполнить пением... Немножко наполнить пением наш эфир. Давайте вспомним те легендарные композиции, которые связаны у нас с... Песней военных лет. С Днем Победы, песней военных лет. Вот хотелось бы, чтобы вы дозвонили себе часы, куплет либо припев исполнили. Ну, масса просто ведь композиции. А мы вам подпоем. А мы вам подпоем. Сама композиция День Победы. Летят журавли. Ну, ты не подсказывай. Ты все равно билет не получишь. В землянке. Не подсказывай. Сейчас человек хотел спеть в землянке, а ты уже ему все. Кюшная ночь. Так, еще один подсказчик. У нас уже позвонивший есть. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Ну, вы тоже уже не в первый раз участвуете, да? Да. Петь-то уже приходилось раньше? Маленько. Вот. Хорошо, Светлана, у вас еще одна попытка. Я так полагаю, что это будет какая-то ваша любимая песня, да? Связанная вот с этим. Можно петь уже? Конечно. Внимание. Это День Победы, порохом пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ура. Спасибо, Светлана. Ну, одушевление. Где-то ведь даже в оригинальной тональности где-то даже, Светлана, где-то очень близко. Глубоко я уже не копну, но получилось очень хорошо. Да. Замечательно. Вас поздравляем, конечно, с этим праздником приближающимся. Пойдете на бенефис Елены Васильевой 14-го числа? Нет-нет. Что-то? Нет-нет. Спасибо. Спасибо. Глава-то, конечно, но можно слышать. В 5 утра по четвергам. Он транслируется, да. Хочу вас предупредить об этом. Светлана, поздравляю вас. Не кладите, пожалуйста, трубку. Спасибо. Дактор пояснит, как забрать и диск, и книжку, которую я сейчас в руках держу. Давайте сходим сейчас на небольшую рекламу. Давайте. Буквально быстро и продолжим наши вопросы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Культ поход в самом разгаре. Мы продолжаем. У нас в гостях, напомню, Юлия Белек, специалист по связям с общественностью. Театр Наспаска. Я, видимо, сейчас угадал со своим заданием-то, да, песни военных лет. А Зори здесь стихия, 5 мая сегодня. Да, совершенно верно. Театр Наспаска тоже. Неспроста именно сегодня. Есть еще один спектакль, который идет на подмостках театра Наспаска, называется он «Приснись мне». Он тоже, наверное, уже тематику по известному произведению «Эшелон». Я думаю, что многие с ним знакомы. Вы знаете, вот что меня, например, в этом спектакле поражает. Спектакль, он ориентирован на аудиторию 12+. И, казалось бы, тема такая, ну, сложная. И, в общем-то, и поставлен он достаточно камерно, все действие происходит в одном вагоне. И мне казалось, что детям будет тяжело, они будут вертеться. От этого, от этой монотонности. Да, да. Ну, вы знаете, я, когда вот специально пошла смотреть вместе с детьми этот спектакль, была поражена тому, что даже вот ни шороха конфетки, не было даже упавшего номерка. Да, то есть вот это полное поглощение того, что происходит на сцене. Удивительно, удивительно. Дети сейчас вот это воспринимают. Вы знаете, меня это прям до мурашек поразило и порадовало. И полный зал прям был? Да. На этом спектакле. Когда в следующий раз? Когда в следующий раз? Я сейчас вот там вам не могу сказать. Я смотрю афишу на май, эшелона. Там не эшелон. Приснись мне. Ой, приснись мне. А он вчера был? Да, вчера вижу, да. Да, приснись мне. Ну, вот в следующий раз не могу. Азори здесь тихие, тоже давно уже идет эта постановка. Но у нас, кстати, сейчас есть премьеры, не только связанные с Великой Отечественной войной. У нас сейчас вышел Маугли. Маугли с маркировкой 6+, с рекомендацией 8+. И вы знаете, очень интересный спектакль. Дети очень интересно реагируют. Спектакли для семейного просмотра. Вот мне очень нравится вот эта формулировка, потому что там есть что увидеть как взрослым, так и детям. Ну, и сама книга у Киплинга, она вообще тоже не на детей была ориентирована. Конечно. Она была вполне себе взрослой. Тема-то поднимается далеко. Очень даже серьезная. 18 мая, смотрю, в следующий раз Маугли будет даваться в Театре на Спаск. Ну что, давайте еще по одному кругу вопросов-то пройдемся. Давайте. Пройдемся. Юля. Хорошо, у меня есть еще один вопрос. Вопрос это уже для тех, кто знает творчество Елены Васильевой. Может быть, кто просто вот так вот соотнесет внешность героини с ее возможностями. Хотя возможности ее очень широки, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, пьеса «Чайка», которая вышла на сцену Театра на Спаск в 1991 году, произведение Антона Павловича Чехова «Кого там могла играть Елена Васильева» в 91-й год. 91-й год. 25-й год. Если «Чайка». 26 лет назад. Ты уже считаешь, вот все бы на мужикам считать. Там, по-моему, звонок нет. Давайте примем звонок, конечно же. 211-101, напоминаю, на будущий номер нашего телефона. Добрый день, вы в эфире. Да, да. Да. Как вас зовут? Евгений Васильевич. Евгений Васильевич. Ну что ж, понятно. Помните 91-й год? Входили на «Чайку» в Театр на Спаск. Вы знаете, к сожалению, не довелось. Не довелось? Да. На вопрос-то вы готовы ответить, Евгений Васильевич? Да, попробую. Давайте. И какую бы роль в этом спектакле могла сыграть Елена Васильева? Ну, если б я... Какую женскую? Режиссёром, то я бы, конечно, предложил ей главную. А там не одна женская главная роль. Там несколько. Евгений Васильевич, вспоминайте классику. Учитим отчасти. Ну, это, конечно, Антон Павлович Чехов. Это наше всё. Так, Евгений Васильевич, давайте всё-таки время у нас довольно мало. 10 секунд. Если у вас нет ответа, то мы просто сейчас прекратим наше общение. Хорошо. По-моему, Зарецкая, да? Заречная. Заречная. Ну что, с небольшой натяжкой, Евгений Васильевич, поздравляем. Всё, это правильный ответ, да? Да, это правильный ответ, Нина Заречная. Давайте. Евгений Васильевич, с какой хотели бы вы получить в награду за правильный ответ? Я бы, конечно, предпочёл Нарине Абгарян, Понаехавши. Ещё раз. Нарине Абгарян, Понаехавши. У нас нет Понаехавших. У нас нет Понаехавших. Мы не всю литературу мира можем вам предложить. Нет, так будет. А там вот у вас что-то там, какая-то книга, которая... Данилкина уже взяли. Данилкина уже взяли. И остался Кабаков. Кику Норриса Нахара. Да. И остался Джон Грин и Дэвид Левиттон. Уилл Грейсон, Уилл Грейсон. Молодёжная лексика, европейская толерантность. Вот-вот-вот, давайте. Отлично, всё. Отлично. Европейскую толерантность. Европейская толерантность. Николай Трубко, уважаемый редактор, возьмите, перехватите нашу Евгению Васильевича. Немножко побольше времени он отнял у нас, чем обычно. Но Николай вопрос не забыл, видимо. Нет, я вопрос не забыл. Я продолжаю. Ту же самую группу очень несчастную. Понимаете, у них вышло как-то. Попали ребята в тюрьму, надо денег на адвоката, денег нет. Они продают издательские права на свои произведения. Из тюрьмы-то они выходят, а потом всю жизнь работают на дядю. Вот такая судьба бывает иногда у музыкантов. Но им и везло. И однажды взяли они такую песенку под названием Let's work together. Давайте работать вместе. Красивое такое название с таким лозунгом вначале. Вместе мы выстоим, раздельно мы упадем. Сделали из него такую более-менее жесткую вещь, которую мы сейчас тоже включим в фрагмент. И взяли второе место в хит-параде. Пожалуйста. Ну вот какая забавная история. Спустя 10 лет с этой же песней на рынок появился Брайан Ферри, такой небезвестный исполнитель. Но она у него называлась по-другому. Она называлась Let's stick together. Давайте типа держаться вместе. И второй вариант вообще давайте поторчим вместе. Там вообще кошмар. И вопрос такой. Заясним. Да. Ни тот, ни другой исполнитель. Автор этой песни не является. Автор у него появился. Это был некто Вилберт Харрисон в 62-м году. Он ее записал. А потом еще раз записал в 69-м. Ну, несколько раз он ее использовал. Так вот в оригинале-то. Вот ответьте, что же было. Давайте работать вместе. Или давайте вместе держаться. Вот тот в ответе, тот и будет. То есть два варианта. Два варианта всего. Либо работать, либо держаться вместе. Потому что третьего варианта этой песни я не слышал. У автора. Хотя можно и совместить смысл. И работать, и держаться. Нет, там тексты очень разные. Потому что вот здесь я назвал перевод. Что вместе мы там сила, условно говоря. А второй-то начинается с того, что наш брак осветили. И мы теперь будем держаться вместе везде. Ну, давайте разбираться в эти шутки. Я желаю еще позвонить. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Надежда. Ну, и как вы думаете, автор этого произведения, Уилберт Харрисон какую мысль закладывал? Давайте все-таки мы все поженимся, давайте мы все поработаем. Надежда. Не стесняйтесь. Держаться. Держаться. Давайте держаться вместе. Это ответ правильный совершенно. Но вы поясните, почему именно так-то? Ну, я не знаю, потому что он такую вещь записал в 2012 году. Так он увидел. Да, но самое забавное, что через 7-то лет он записал ее с другим текстом. Поэтому оригинальное исполнение и то, и другое, это был такой вопрос с подвохом. Но в любом случае вы угадали. Спасибо. Выбирайте ваш приз. Либо напомнить, что у нас еще есть. Ну, я думаю, оригами для мозгов. Оригами для мозгов. Ну, да. Я, честно говоря, думал, о так книге будет первой. Хорошо. Не кладите трубку, Надежда. Пообщайтесь с нашим редактором. Так, я забыл. Какую мы книжку-то с Евгением Васильевичем разыграли? Евгением Васильевичем мы разыграли. Уилл Грэйсон, Уилл Грэйсон. Уилл Грэйсон с длинным-длинным названием, да. Соответственно, из книжек у нас остался Александр Кабаков, да? Старики Англии. Вот опять же удивительно, да? А вот русская история о жизни, прошедшей впустую. Вот я говорю, не надо говориться на русскую. Он ждет меня, потому что я сразу пришла, положила на него глаз. Нет, я к тому, что, наверное, слушателям надо напомнить, потому что культпоход тоже скоро завершится. Еще раз, давайте напомним, что у нас осталось. У нас есть еще билет на чудо любви. Билеты в драматический театр у нас остались. Чудо любви, прям здравствуйте, у нас осталось. Это в театре на Спасской. Два билета в драму. Это у нас, соответственно, Божье дерево по Платонову, да, если я не ошибаюсь, это 10 мая в среду, 18.00. И запрещенный роман по Дюма или по Юрии Нуфшай, это как правильно сказать? По ним по обоим, да. Это 11 мая, 18.30. Киномакс у нас никто ведь еще не забрал. Нет, слушай, еще не киномакс до сих пор совершенно свободный. Любой фильм, любой сеанс, имейте в виду. Далее у нас есть еще... Так, а, Саткиаду забрали уже. И галерея прогресса, да, у нас остается два мероприятия. Кинопоказ, короткометражек фантастических. Это будет у нас 18 мая в 7 часов, 6+. И выставка, очень забавная, симпатичная выставка общего потребления и планеты Земля. Это арт-группа Йети и художника Колок Антон Щеглов. Это любое удобное для вас время. Ну что, пусть продолжат петь наших слушателей. То есть ты хочешь, чтобы они пели сегодня? Да, хочу, чтобы пели. Сегодня, 5 мая. Ты просто расскажи, что им петь, они, может быть, забыли уже. Петь песни, связанные с победой, с Великой Отечественной. Позвоните по телефону 211-101 и спойте нам куплет или припев песни военных лет, скажем так. Вот День Победы. День Победы за главные песни эта праздника прозвучала уже. Просим, милости, давайте к нам в 211-101, а мы пока, может, затянем что-нибудь. Мы опять подскажем. Тогда 4 песни сразу подсказала. Люди, может, их хотели испеть. Ну, хотя так испели в итоге. Желающие уже есть попробовать свои вокальные данные. Не стесняйтесь. Мы тут не шоу-голос, да, мы вас никуда не берем на обучение. Как вас зовут? Добрый день. Мария, меня зовут. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Ну, давайте отдадим дань памяти. Да, да, да. Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы плечу-плечо врастаем, землю тут. Горит и рушится планета. Над нашей Родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Ну и хватит, наверное. Прекрасная песня совершенно. Можно было продолжать. Можно было и продолжать. Хорошо, спасибо. Очень душевная, хорошая песня. Да, и фильм вспомнился. Да, да, да. И автор этой песни вспомнился. Я молоду поджал. Отлично. Что хотите вы получить за такое прекрасное исполнение? Может быть, билеты в Киномакс. Билеты в Киномакс, пожалуйста, у нас они еще не расширены. Совершенно на любой сеанс. С легкостью мы вам их отдаем. Пожалуйста, не кладите трубку. Наш редактор пояснит, где можно забрать. Ну что, призов-то у нас много еще. Пять минут остается. Юль, есть еще вопросы у вас? Вы не застали. Связаны с юбиляром. Вы знаете, я, наверное, сейчас задам вопрос, связанный не с юбиляром. Я задам вопрос, связанный со спектаклем, который мы сегодня тоже здесь представляем. Мы, кстати, никогда ни разу не назвали первооснову литературную этого спектакля. Никакого? А мы не назвали. Которого спектакля? Да. Чудо-любви. Чудо-любви? Да. Мы ни разу не назвали. Евгений Шварц. А вот зачем? Вот можно было спросить, например. Нет, Евгений Шварц. Ну, а людям будет сложно. Это первооснова, но, в общем-то, я думаю, что можно это было даже особо не упоминать. Нет, я хотела как раз-таки сказать о спектакле «Триам здравствуйте». Совершенно мультипликационная история на сцене театра. Это вообще очень красиво, это очень ярко и это очень позитивно. Вот вы говорили, что, может быть, вам захочется сходить. Я вам сразу говорю, вам захочется сходить. А я мультик от люблю. Вам понравится. Мне кажется, все взрослые любят мультики. Вот это вот как раз та самая история. Назовите маркировку этого спектакля, то есть возрастное ограничение. То есть спектакль «Триам здравствуйте» имеет возрастное ограничение. Вот надо его назвать. А там вот и ежик, и заяц. Да, там все ежик. Да, ты ж мультик смотрел, ну как. Возрастное ограничение дало спектакль. Казалось бы, легко ответить. Сейчас я задумался, думаю, господи, какой-то подвох в этом, что ли. 18 плюс, наверное, не рассматриваю. Ну, как сказать. А вдруг ты подсказал, понимаешь? Да. Мы все равно тебе приз не дадим. 211-101 ждем. А есть уже. Так, а давайте, кстати, напомним, какие у нас ограничения есть. 3 плюс, да, самое маленькое. По-моему, ноль плюс есть. Ноль плюс. А, простите, ноль плюс, три плюс, шесть плюс, двенадцать плюс. И восемнадцать, шестнадцать плюс. Шестнадцать плюс и восемнадцать. Вот, вот такие у нас есть. Градации. Кем устанавливаете? Роскомнадзором в свое время? Нет, это устанавливает тот, кто производит спектакль. Нет, нет, есть определенная. Да, 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 изначально Роскомнадзор, да. Роскомнадзор, то есть закон был принят несколько лет назад. Наблюдает за его исполнением Роскомнадзор. 211-101, какое возрастное ограничение есть у фильма «Трям здравствуйте». Есть звонок? Это спектакль. Ой, спектакль, простите. Да, звонок есть. Алло. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Наталья. Наталья, ваш вариант? Мне кажется, ноль плюс. Да, вы правы. Мне тоже кажется. Да, ноль плюс, совершенно верно. А я думал, выбрать ноль плюс или два плюс. Потому что я думаю, а вдруг вот в этом возрасте его еще нельзя смотреть? И самые маленькие-маленькие зрители, которые приходят? Ой, там такие маленькие зрители приходят, которых практически приносят. Ну, им, конечно, тяжело. А вот где-то начиная годиков с трех, с половиной, вот так прекрасно. Так, ну вернемся к нашей слушательнице, к нашей победительнице. Что вы хотите? Давайте на «Трям». Прямо на «Трям». Давайте. Прямо на «Трям». Вот это прямо идеально все получается. Завтра, напоминаю, в 11 часов театр на Спасской. Вам достается, кстати, очень симпатичные билеты. Прямо вот ближе к сцене. Ближе к сцене. Николай, еще вопрос или... Да, у нас вопросов как бы нет. Но насчет песни я просто хотел спросить. Вот мы до этого пели песню всех хором прекрасную. Да, даже вспомнили ее автора Булата Акуджа. Даже вспомнили, что она из фильма. Но фильмы, слава богу, не назвали. Так вот, назовите, пожалуйста, как назывался тот фильм, в котором звучала песня? Я знаю, я забираю книгу. Да, да, да. Нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Булата Акуджа. Вот в каком она в фильме прозвучала? Я даже, чтобы напомнить, скажу. Это, может быть, был Казанский вокзал. Ярославский вокзал. А может, это был Белорусский вокзал. Вот угадай, тут получится на следующий. А Киевский еще есть? Все четыре. Киевский. Все вокзалы московские перечислять. Что за вокзал такой? Как фильм называется? Какой вокзал дал название этому, кстати, изумительным совершенно фильмам? Там только хороша музыка, там и все просто, не знаю. Какой батальон? Ударный наш. Десантный. Десантный батальон, да. Давайте вспомним эту картину замечательно. Безусловно, показывается или уже показывается в эти дни, да? Предпраздничные. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Это фильм. Меня зовут Светлана. Светлана. Это фильм Белорусский вокзал. Ну, конечно. Совершенно верно, это Белорусский вокзал. Вы молодец. Вот, вы как раз правильно все сказали и получаете право на приз. А можно еще на спектакль 14-го? Да, да, как раз есть еще один билет, да, Вить? Да. У нас только один был разыгран. Да, один был разыгран. Да, один билет на две персоны. Забывайте, что спектакль начнется в 16 часов. Ага. 14-го числа, да. Ну, а теперь... И будет показан всего один раз, так что вы счастливейшие обладатели этого билета. Ну, а теперь не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором, поясните, куда прийти, чтобы забрать билет. А банкет будет, кстати? Вот на таких мероприятиях банкеты потом бывают? Для своих. Для своих, ну, понятное дело, для своих. Ну, поэтому и спрашивают, он же считается. Мы же уже посидели в одной студии. Как-то уже сблизились. Духовно. Уже есть повод познакомиться. Ну, на этом мы сегодняшнюю программу «Культпоход» завершаем. Прощаемся с нашей гостьей Юлией Бюлек, специалист по связи с общественностью, театр «Наоспаска». И, безусловно, будем еще встречаться, рассказывать о тех мероприятиях. Кстати, каникулы ведь скоро, да? Каникулы. Театр уходит на каникулы в конце июня. То есть в течение июня еще будет возможность у наших зрителей побывать в театре. В большей степени, конечно, маленьким зрителям. Там им благо есть, что посмотреть. И временем, слава богу, будет сколько. Да, конечно. До свидания, говорим мы вам. Ну, я, кстати, не прощаюсь. Встретимся еще в программе «Союз нерушимый», которая начнется через 20 минут. Там тоже будет тематика Дня Победы. А я, получается, чуть ли не неделю пропадаю. Ой, впереди же. Ну, давайте мы, Николай, с наступающим-то поздравим. И с Днем Победы, и с Днем Рождения. Спасибо, спасибо. Они по порядку. Да, они по порядку. Спасибо. Всего доброго. Культ Пахвот